Власти Верхневолжья разрабатывают дополнительные меры для поддержки молодых и многодетных семей. Об этом журналистам заявил губернатор Игорь Руденя. Напомним, что не так давно в региональном правительстве было создано Министерство демографической и семейной политики. Кроме того, с января текущего года многодетные семьи были освобождены от платы за вывоз ТКО. Весной было принято решение о предоставлении молодым семьям, где родился или был усыновлен ребенок, единовременные выплаты на частичное погашение ипотечного кредита. В октябре в регионе начали вручать подарки новорожденным. В ближайшее время будут предприняты и новые шаги на этом направлении. Первое – это поддержка при приобретении автомобильного транспорта, это льгота на транспортный налог. Более того, было принято решение ввести эту льготу с 1 января 2019 года, чтобы уже текущий год дал возможность поддержать наши многодетные семьи. Также это касается вопросов поддержки приобретения школьных форм с 1 по 5 класс. Дополнительно, как мы говорим, это вопросы по льготному проезду в общественном транспорте. Также считаю, что надо будет больше уделить внимание жилищному вопросу. Надеюсь, что в конце текущего года, в начале следующего, мы уже сможем проанонсировать решение по жилищной политике для многодетных семей.